МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Заглянуть туда на часик, как прогуляться по побережью океана. В Няндаме появилась соляная пещера. Мы уже подышали. Итак, для болельщиков все же откроют стадион Труд. Сегодня водник встречается там с иркутской Байкалэнергией. Вопрос обсуждали на еженедельном оперативном совещании, которое оправил губернатор Александр Цибульский. Конечно, ориентировались на мнение Роспотребнадзора. У нас есть обращение болельщиков, которые просят открыть стадион для игры во вторник. Мы готовы обсудить возможность участия зрителей при обеспечении противопистемических мер, которые прописаны на методических рекомендациях. Конечно, самый безопасный способ посмотреть трансляцию дома. Благодаря нашим операторам и режиссерам у вас будет такая возможность. За матчем в прямом эфире начинаем наблюдать уже сегодня в 19 часов и болеем заводник. В Архангельске появится культурно-деловой центр. Он разместится на перекрестке проспекта Троицкого и улицы Поморской, на месте бывшего торгового дома купца Сергеева. Реинкарнирует центр Архангельска Титан Девелопмент, входящий в группу компании Титан, архитектурную концепцию этой исторической застройки полностью сохранят. На фасаде здания будут использованы арки, пилястры, карнизы, кованые решетки. На кровле угловой башни центра разместятся лесы. Как отметили в Титане, при возведении объекта, прилегающий к центру сквер, не пострадает. Более того, в планах создать в этом месте зону отдыха. Строительство культурно-делового центра планируется завершить в июне 2021 года. И также в новом году в нашем САФО откроется образовательная программа по менеджменту и экологии в энергетике. Акцент на изучении возобновляемых альтернативных источников энергии, использование которых сегодня очень актуально. А где свои знания смогут применить выпускники, сейчас расскажем. Ветряные мельницы, солнечные батареи, метеостанция, а также новейшее оборудование для исследований в сфере энергосбережения. Для открытия нового направления подготовки, менеджмента и экологии в энергетике все готово. Основным акцентом данной образовательной программы являются альтернативные источники энергии. Это начиная от древесины, ветроэнергетики и солнечной энергетики, что является огромным потенциалом в сфере выработки электрической и тепловой энергии. Одним из ключевых направлений является переход к ресурсосберегающей энергетике. Поэтому все лабораторные исследования имеют прикладной характер. Программа «Сетевая» совместно с Санкт-Петербургским и Череповецким госуниверситетами, а также архангельскими энергопредприятиями. Новые технологии связаны с более эффективным теплоэнергическим оборудованием, которое позволяет повысить экологические характеристики уже существующего оборудования на производстве, ну а также просто фундаментальные теоретические знания о физике процесса гидродинамики. Университет с 2015 года готовит специалистов по энергоменеджменту. В САФО отмечают трудоустройство выпускников стопроцентное. Мы к настоящему моменту уже выпустили 65 специалистов, и они успешно трудятся и на предприятиях Центра атомного судостроения, на предприятиях лесопромышленного комплекса, поскольку здесь очень мощный энергетический блок, ну и на предприятиях ЖКХ, на предприятиях, безусловно, электроэнергетики. А учитывая, что и освоение Арктики сегодня приоритетное направление развития не только региона, но и государства, специалисты энергетики нового типа точно не останутся без работы. Осенью 2021 года на двухлетнюю магистрскую программу будет зачислено 20 человек. Алексей Макеев, Ольга Красулина, Регион 29. Продолжаем. Продуваемый пол и протекающая кровля. С целым набором коммунальных проблем борются жители 41-го дома по улице Гагарина в Вельске. Причем делают это люди в одиночку. Управляющая компания разбираться в ситуации не спешит. Михаил Меньшенин далее. И стояли ребенка, когда выкачивали, здесь просто реально ноги как будто примерзали к полу. Итак, каждую осень и зиму дом на Гагарина 41 в Вельске похож на легендарные архангельские деревяшки. Не только архитектурно, но и набором коммунальных проблем. Семья Александра Панфилова живет на первом этаже. И их в первую очередь беспокоит продуваемый со всех сторон пол. Если зажигалку поставить, сейчас еще не так сильно видимо дует. А так бывает просто, что руку сюда подставляешь, чувствуется. Ну, соответственно, голой ногой. Когда наступаешь, то, соответственно, тоже чувствуется. Предыдущие хозяева пол в квартире утеплили. Но даже это не спасает. Ребенок часто болеет. Да, у нас лекарства мы не убираем вообще далеко. Потому что постоянно что-то где-то либо кашляет, либо сопли, либо то, либо другое, либо все вместе. Стало более прохладно дома. Соответственно, засопливил. Сопли опускаются вниз, горло кашель. С садика высаживают. Соответственно, либо папа, либо мама на больничной. У соседей со второго этажа на полу температура приемлемая. Зато другая напасть. Текущая крыша. Вот здесь видно, что была протечка, что балка сырая, можно сказать, плесень. Что тут наколочено? Носочки сделаны. Какая-то железная штука вставлена, вставка. Но все равно протекает. Но я думаю, что протекает. Деревяшку обслуживает УК «Уют». По словам местных жителей, проблемы дома там решают. Но только после многочисленных жалоб в саму управляйку. А заодно и в госжилинспекцию. Узнать, когда же они снова попытаются сделать дом на Гагарина уютным, мы попытались по номеру диспетчерской. Но трубку не взяли. Не получилось дозвониться и до директора УК, Евгения Антоновского. Номер недоступен. Оставьте сообщение на автоответчик. Кажется, случай частный. Но из таких и складывается общая коммунальная картина, где управляющие компании последние годы выглядят крайне уныло. Кстати, нарушение лицензионных требований по управлению многоквартирными домами – повод возбудить дело об административном правонарушении. Не исключена и уголовная статья, если будет доказано, что халатность коммунальщиков стала прямой угрозой здоровью человека. Михаил Меньшанин, Анатолий Квасков, Александр Кузнецов. Регион 29. Мотивы Древней Греции в Нашиняндаме. Там прошло открытие спелеокамеры, больше известной в народе как соляная пещера. 45 минут пребывания в ней – это как долгая прогулка по побережью океана. Все случилось благодаря районному конкурсу для начинающих предпринимателей. Соленым воздухом подышал и наш корреспондент Алексей Макеев. О свойстве соли обеззараживать воздух знали еще в Древней Греции, где много природных соляных пещер. У нас их нет, а вот хронических дыхательных недугов хватает. Так что спелеокамеру в Няндаме ждали. Все материалы абсолютно гипоаллергенные, безопасны, поэтому посещать данные мероприятия могут от малого до великого. Андрей – один из тех, кто уже много лет занимается созданием таких спелеокамер по всей стране. После того, как покрытие нанесено и готово, оно настолько чистое, что его можно есть, но, тем не менее, оно достаточно прочно держится на стенах. Соль здесь повсюду, в этом и секрет. Создает в среду специальный аппарат, заряженный сухим аэрозолем. Он как раз нужен для того, чтобы распылять вот эту соляную взвесь в помещении, в котором находятся люди. Проект Натальи Шимкович стал победителем районного конкурса на получение субсидий для начинающих предпринимателей. 285 тысяч рублей пошли на ремонт помещений и закупка оборудования. Известно, что микрочастицы соли имеют высокую способность проникать в дыхательные органы и ткани. 45 минут в такой пещере можно сравнить с долгой прогулкой по побережью океана. Часто болеем и бронхитами, и ОРЗ. И даже сама после четвертой процедуры я замечаю эффект хороший. То есть ребенок перестает кашлять, у него как-то лучше начинает откашливаться, начинает лучше очищаться бронхолегочная система. Серьезные заболевания органов дыхания солевыми камерами, конечно, не лечатся, а вот аллергикам в ней пусть на время становится легче. Алексей Макеев, Наталья Перцева, Регион 29. Напомню, в 19 часов на нашем канале прямая трансляция матча «Водник» Байкал Энергия, а программа «Автограф дня» сегодня в 18 ровно. Жду вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова